Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 19 тура серии А Сосоло-Болонья. Встречается 12-я и 10-я команда серии А текущего сезона. В матче предыдущего тура Болонья без шансов проиграла Ювентусу 0-2. Игра проходила в плотном тумане, гости создали штук 5-6 реальных моментов, но реализовали только 2. У хозяев почти ничего не было в атаке. В итоге Сосоло сыграл 2-2 с Фиорентиной. Гости из ничего забили 2 гола в первом тайме, а Консильи творил чудеса, потащив 3-4 мертвых мяча. В итоге первый тайм гости выиграли 2-0. В тайме втором Сосоло продолжал безобразно играть в защите и хозяева таки успели сравнять счет до того, как остались в десятером. В итоге боевая ничья 2-2. Очные матчи. В последних десяти очных матчах у Болонья 4 победы при трех поражениях и трех ничьих. 8 из 10 матчей были на обе забьют да и 6 на тотал больше. Последние 7 очных матчей были забивными. Болонья не побеждала в последних четырех очных матчах, получив 3 поражения. По угловым ударам команды на поле Сосоло подают примерно по 6 угловых каждая, чередуя красные и белые тоталы. На очереди стоит умеренный показатель ниже 10 угловых ударов. Очные матчи этих команд на поле Сосоло в плане желтых карточек проходят результативно, больше стараются гости. Но последняя игра выпала из общей канвы, поэтому можно ждать теперь снова карточек эдак на 5. Сосоло, как и в прошлом сезоне, зарядил длиннющую забивную результативную серию, которая достигла уже 12 матчей. В минувшем сезоне, кажется, максимум достиг 13 таких матчей. В последних шести матчах Нераверди не проигрывают. По угловым ударам Сосоло начинал резво, но в последних играх большей частью не пробивает 9 угловых суммарно. Зато на желтые карточки играют стабильно высокие тоталы на 6-7 желтых карточек, лишь изредка проседая до трех горчичников. Болония, в отличие от Сосоло, не играет очень длинных серий. На смену недавней серии с трех матчей на 1-0 пришла забивная результативная серия, которая прервалась 0-2 с Ювентусом. По угловым ударам Болония выступает достаточно скромно, лишь изредка пробивая 9 в сумме. По желтым карточкам Болония также имеет высокие показатели, как и Сосоло. Сосоло начал этот сезон с трех низовых и нулевых матчей, а потом стал на более привычную дорожку забивных результативных матчей. В итоге три победы, три поражения, три ничьих. Полное равновесие. Дома Сосоло стабильно подает 5-6 угловых ударов, имея средний тотал 10-44. Последние два домашних матча были низовыми, можно ждать теперь, наверное, красную зону. По желтым карточкам Дома Сосоло выступает достаточно корректно. 2-22 в среднем, при тотале 4-56. В последних матчах идет чередование трех и шести желтых карточек, на очереди стоит шестерочка. Болония на выезде чаще играет забивные матчи, выиграв два выезда и проиграв четыре. По угловым ударам Болония на выезде выступает слабовато, 4-63 средний показатель. А средний тотал не дотягивает и до 9 угловых ударов. Правда, последние два выезда были бедными на угловые удары, поэтому можно ждать результативной игры. По желтым карточкам Болония на выезде показывает среднее значение 3 желтой карточки, но имеет достаточно большой разброс. В половине матча был всего один горчичник, а в одной игре получилось аж 7. Средний тотал желтых карточек на выезде Болония равен 5-13. Последние три игры были на 4-6 желтых карточек, теперь можно ждать, наверное, все же более корректной игры. Смотрим, что в итоге получается по угловым ударам. Средний тотал Сосола дома 10-44, Болония на выезде 8-63, среднее значение 9-53, индивидуальные тоталы 5-56 и 4-63 соответственно, что в сумме дает 9-29. Наблюдаем хорошую сходимость, а вот средний тотал угловых в очных матчах на поле Сосола составил аж 12-20. Общее среднее получается 10-34. Обе команды свои последние матчи отыграли скромно по угловым ударам, поэтому здесь логично взять вариант тотал больше 9-5. По желтым карточкам индивидуальный показатель в сумме составил 5-22, средненный тотал 4-84, а в очных матчах на поле Сосола среднее значение желтых карточек 5-60. Общий средний тотал 5-22 горчичников. Последний очный матч прошел очень корректно, что явно не характерно для этих команд. Поэтому здесь можно пробовать играть верхний тотал аж на 4, на тотал больше 4,5 карточки, коэффициент должен быть очень высоким. Смотрим коэффициенты на исход. На победу хозяев 2-0-8, на ничью 3-92, на победу гостей 3-46. Сосола неважно дома играет с Болонией. Сейчас у Сосола идет серия из 6 матчей без поражений. Болонья проиграла последние 3 текущие матча. Тут можно пробовать играть не проигрыш гостей за вполне приличный 1-84. Болонья давно не побеждала Сосола, уже запросто может хлопнуть. На тотал меньше дают 2-36, на тотал больше 1-66. При такой длинной забивной серии Сосола ловить низовый нулевой матч непродуктивно. Да, эта серия должна бы вот-вот прерваться. Но когда это произойдет, никто не знает. Поэтому здесь надо либо пробовать играть тотал больше 3,5, либо ловить удачу на тотал меньше 2,5. И там и там коэффициенты высокие. Болонья после трех поражений приедет и будет сильно упираться. У Сосола банально должно же перестать залетать когда-то. Поэтому все же, наверное, можно взять рискнуть на удачу низовой вариант матча. Тотал меньше 2,5 за очень высокий коэффициент 2-36. В надежде, что вот-вот забивная результативная серия Сосола должна прерваться. На обе забьют да, дают 1,57. На обе забьют нет 2,40. И здесь аналогично можно пойти по пути низового и нулевого матча и взять обе забьют нет за высокие 2,40. Брать обе забьют да за 1,57 в игре с Болоней точно не стоит. Что из предложенного выбрать и выбрать ли вообще, решайте сами. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.